Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Отец узнал, что у мамы есть другой дух, скандал, брак, слезы, истерика у младшей сестры и у меня. Угроза с его стороны, я не знаю, как мне поступить в этой ситуации, не могу просто взять и уйти, боюсь за маму, чтобы он с ней ничего не сделал. Ищи сестру, жалко ей 12, мне 22. Как вести себя в данной ситуации? Спрашивает Виктория и, соответственно, здесь, что важно, на мой взгляд, это то, что автор вопроса взрослый человек, совершеннолетний человек, поэтому, соответственно, мы будем давать ответ именно с точки зрения того, что AdresApp, человек взрослый, самостоятельный и, ну, скорее всего, себя обеспечивающий, да? Ну, как бы мы так это предполагаем, мы это предполагаем, мы не знаем, наверняка, конечно, как обстоят дела, но мы это будем предполагать. Итак, значит, первое, на что хочется обратить внимание, да, первое, что если у вашей мамы есть другой, то, как так получилось, то, как так получилось, то этот другой человек, да, другой мужчина, я так понимаю, ничего не делает для того, чтобы вашу маму защитить. Потому что, ну, это, вроде бы, логично, что, если есть мужчина, да, вот, если есть человек, которому, нет, все равно, на вашу маму, то, ну, по логике вещей он должен взять на себя, ну, не всю, конечно, ответственность за то, что происходит, ну, по крайней мере, защитить вашу маму, да, вот, в той части, где, как бы, речь идёт про него. То есть, защитить вашу маму в той части, где, как бы, он присутствовал. Почему этого не происходит? Следующий аспект, это то, что, да, ситуация, вне всякого сомнения, неприятная, ситуация, кризисная, но, поскольку речь идёт о других людях, то необходимо, для начала, понять, какая позиция у вашей мамы, например, по поводу того, что происходит, да, то есть, что она, например, планирует делать, как она планирует, как она планирует дальше жить, и так далее. А, поскольку ваша сестра является здесь самым уязвимым местом, то, конечно, вам нужно постараться её защитить, но, на что хочется обратить ваше внимание, на то, что у вас истерика, то есть, понимаете, у вас взрослого человека истерика от того, что ваши родители скандали. Это, как минимум, ну, более-менее нормально для вашей младшей сестры, которая является ещё ребёнком, да, но не совсем нормально для вас, потому что вы уже взрослый, как я уже сказал, человек. И то, что вы на эту ситуацию вот так реагируете, говорит о том, что, возможно, у вас есть некоторые проблемы, которые, в первую очередь, нужно решать. Решать именно вам, да, решать проблему истерики, проблему своей реакции на то, что происходит, хотя я повторюсь, что ситуация, безусловно, неприятная. Это правда. Тем не менее, чтобы как-то поступать, чтобы как-то поступать, вам нужна позиция. А позиции вашей, ну, так скажем, здесь особо нет, да? Вот. Потому что у вас истерика. И, соответственно, сначала нужно разобраться вот с этим аспектом. Сначала нужно разобраться с этим аспектом. Того, как вы реагируете на то, что происходит. Ну, на то, что происходит вот с вами. На то, что происходит в вашей семье, да, например. Сейчас. И так далее. Необходимо заметить, что вы находитесь в треугольнике Карпмана сейчас. По большому счету, потому что вы пытаетесь спасать. Худшее, что вы можете сделать, это кого-то спасать. Да, речь может идти про вашу сестру, которой действительно нужна ваша поддержка. Но речь не идет про ваших родителей, и речь не идет, как бы, о том, чтобы вот вы, там, условно говоря, боялись за, допустим, свою маму. Настолько, да, что вы не уходите из откровенно негативной среды. Потому что ваша мама сама решает, как складывается ее жизнь. И сама принимает решение, сама делает выбор, вам этот выбор необходимо принимать. То, что вы делаете сейчас, по сути, вы не принимаете выбор своей мамы. То есть, находитесь в созависимых отношениях. Вот с ней. И с папой, скорее всего, тоже. Из этого следует, что вы не доверяете себе. Из этого следует, что вы себя обесцениваете. Из этого следует, что к себе вы относитесь несколько пренебрежительно, наставя себя в зависимости от родителей. Вот. Да? То есть, ну, 22 года, в принципе, это тот возраст, когда уже, на мой взгляд, вполне можно было бы жить отдельно вам. Да? Вот. Тут, понятное дело, есть свои нюансы. Вот. Но, тем не менее, то, что вы не живете, ну, то, что вы, вот, можете быть, ам, привязан к своим родителям, это, ам, как бы, запрос на, ам, психотерапию. в данном случае. Вот. Тему, ам, тему созависимости, ам, вы можете изучить, самостоятельно, и уже, после этого, ам, для себя, решить, ну, как бы, что вы хотите с этим делать. И хотите ли вы вообще с этим что-то делать. Иными словами, отвечая на вопрос, как вам быть в этой ситуации, я бы сказал, что вам нужно разобраться в себе, в первую очередь, и пройти, вот, психотерапию, да, то есть заняться психотерапией, как бы, выйти из, созависимости сейчас, которую вы находите, судя по всему, вот, и перестать брать ответственность за, значит, ну, как бы, взрослых людей, да, вот, потому что, в данном случае, э, страх за маму, жалость, э, к ней, это в какой-то степени, э, вот, такая, получается, как бы, маскировка, вашей, э, привязанности к ней, это необходимо учитывать, и разграничивать, потому что, это разные, ну, это разные вещи, вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, а, буду благодарен, за, обратную связь, по моему ответу, это, э, позволит вам, э, начать, работу над собой, и позволит вам, э, разобраться в, э, себе, вот, обратная связь, нужна в первую очередь, вам, для того, чтобы сформулировать, э, базовые постулаты, для психотерапии, с чего мы начнем, точнее, вы начнете, с, выбранным, вами, специалистом, всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok